С вами Невиданное кино и я Александр Щербоносов. Сегодня вы увидите маленький, но веселый фильм Юрия Кияшко, одного из ярких представителей внеградского независимого кино. Юрий Кияшко всегда отличался своеобразной индивидуальностью. Не входил в никакие ни группы, ни течения. В киноузах не обучался. Творил как жил, а жил как трубочист, сам по себе. Но при всей самобытности в творчестве Юрия Кияшко можно заметить влияние с одной стороны такого корифея советского кино, как Сергей Герасимов, с другой стороны ощущается легкое гадаровское дыхание новой французской волны. Не чужд ему был и комедийный гротеск Леонида Гайдая, который вы увидите в его фильме по Данилу Хармсу автобиографии. Вообще, надо сказать, что идеи Хармса стали особенно популярны на закате Советской империи среди думающей или, как мы сейчас бы сказали, продвинутой молодежи того времени. Ибо абсурдистские идеи абориутов как нельзя лучше отражали весь маразм и нелепостью жизни. Что удалось так весело раскрыть Юрию Кияшко в своей короткометражке автобиографии. Смотрите и удивляйтесь. Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды, а произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Таковы были мысли, которые вертелись у бабы в голове. Но, несмотря на это, он все же рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля. И только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме с 1 апреля. Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году, 1 апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помни прошлогодние случаи, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении. И опять не подпустила папу к себе. Сколько папу не бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе ломать мою маму и зачать меня. И так мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоносным. Я родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. А присутствующий при этом один наш знакомый профессор сказал, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова профессора, меня все же запихали. Ну, запихать-то запихали, да в торопях не туда. Родительница кричит, подавайте мне моего ребенка. А ей отвечает, ваш, говорят, ребенок находится внутри вас. Как это кричит родительница внутри меня, когда я его только что родила? Ну, может быть, он куда-нибудь заполз. В общем, и сами не знают, что сказать родительнице. Тут папа опять разбушевался. Дескать, это, мол, что же такое получается? Родительница шумит и требует своего ребенка. В общем, началась страшная суматоха. Хорошо нашелся опытный доктор и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Вот, собственно, и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!